Приветствую вас, друзья, на моём канале Валентина Синема-2. В этом ролике я постараюсь вам доказать, что цифровая, стопроцентная Proof of Stake валюта нового поколения PRISM с уникальной технологией парамайнинг никаким боком, никак от слова совсем не относится к таким словосочетаниям, как, например, MMM PRISM, Hyperbinar PRISM, PRISM Roy Club, PRISM Travel, Turbo PRISM, Megavatem, PRISM Bot и многие другие PRISM плюс какое-нибудь ещё слово. PRISM, он есть PRISM, всё. Ну а для того, чтобы это доказать, нужно это что-то с чем-то сравнить, правильно? Вот сейчас мы и будем с вами сравнивать. А для того, чтобы вам было наглядно, понятно и более доходчиво, я решила провести сравнение на двух монетах, на Биткоине и на PRISM. Я хочу, чтобы вы поняли, что такое заработок именно на криптомонетах и чем этот заработок отличается от заработка на тех криптомонетах через доверительное управление. Понимаете? То есть, когда вы зарабатываете сугубо на своём кошельке или на чьём-то кошельке, отдавая свои монеты в доверительное управление. Я хочу, чтобы до вас дошло, почему одни на криптовалюте зарабатывают бешеные деньги, а другие теряют всё, что у них есть и ещё остаются должниками перед кредиторами. Итак, вы сейчас видите две картинки. На одной биткоин, а на второй криптомонетопризм. Давайте благодаря следующим слайдам выясним те возможности, при которых мы с вами можем зарабатывать и иметь пассивный доход на этих двух монетах. А при каких условиях можем уйти в огромный убыток? Ведь вопрос, как же заработать в нете и не потерять, волнует практически каждого. Но не зная, как определить лохотрон или хайп от настоящего заработка, заставляет постоянно всех и каждого наступать на одни и те же грабы. Поэтому садитесь поудобнее и слушайте внимательно. А самое главное, поделитесь потом этим роликом со своими друзьями или знакомыми в личке и в соцсетях. Навряд ли вам кто-нибудь сможет донести эту информацию более доходчиво. Итак, для начала вы должны понять самое главное различие между монетой биткоин и его форками от таких монет, как призм. Это отличие заключается в том, что сообщество майнеров в биткоин во время работы с протоколом Prof of Work постоянно совершенствует и без того дорогощее используемое оборудование и постоянно ищет менее энергоемкие решения. Хотя майнеры все еще получают комиссионные за каждую транзакцию, которую они обрабатывают, им все-таки необходимо конкурировать за часть сети, чтобы получить более высокий шанс на добычу биткоина. Вот почему в нете практически нет ни роликов, ни статей, как закачать ноду, как присоединить шнуры для того, чтобы майнить. Ну, в общем, я так понимаю, что им не нужно иметь много майнеров, потому как на сегодня в битке их чем меньше, тем больше битков смогут получить те, кто уже давно майнил. А вот в сообществе призм майнеров разделили на две категории. Это первое – парамайнеры, и второе – это форжеры. Поэтому добыча новых монет для парамайнеров стала возможным на любом недорогом оборудовании. Через алгоритм Proof of Stake и иметь свой собственный кошелек, понимаете, собственный свой кошелек для эмиссии новых монет даже на телефоне. Это намного удобнее и выгоднее. Ну, а форжерам, которые выполняют, в принципе, работу майнеров в битке, им, конечно, нужно также будет побороться за свою часть в сети, как и майнерам в биткоине. Но у форжеров призм гораздо выгоднее ситуация, чем у майнеров битка. Почему? Потому как форжинг на призм – это дополнительный заработок форжерам. Форжеры вознаграждаются монетами за то, что они скачали ноду призм на свой компьютер и тем самым поддерживают безопасность в сети. Понимаете? Первое – нужно понимать, что чем больше форжеров, тем безопаснее сеть и надежнее. И второе – чем больше транзакций в сети, тем больше заработок у форжеров. То есть оно одно другое дополняет. Призм нужно и много форжеров, и много парамайнеров, и тогда все будут зарабатывать именно на своих собственных кошельках. Форжинг не имеет никакого отношения к партнерским начислениям. Это вы должны хорошо себе запомнить. Комиссионные, которые взимаются за исходящие транзакции в монетах призм. То есть вы отправили кому-то какое-то определенное количество монет на кошелек, с вас взяли комиссию. И вот эти все комиссии в блоке, они суммируются и распределяются на всех форжеров сети. Понятно, да? То есть эти монеты делятся между всеми форжерами. Повторюсь, что комиссионные, которые взимаются за исходящие транзакции в монетах призм, не отправляются разработчикам. То есть они делятся между форжерами. Именно этот заработок со временем будет основным на чистой криптомонете призм. Ну, конечно же, чем больше ваш баланс на кошельке, тем больше вы сможете сфоржить монет. Так уж настроен алгоритм Profile Stake. Возможно, с этим тоже как-то связано падение курса на монету. Кто-то специально держит монету на низах, чтобы успеть закупить несколько миллионов монет. Потом вам покажу такой кошелечек. Ну, а вывод тут напрашивается сам по себе. Биткоин могут майнить избранные, те, кто владеет компьютерной техникой. Для этого нужно быть или гиком, или фриком. А вот парамайнить призм сможет любой человек, даже не имеющий особых спецнавыков для работы на ПК. Разницу чувствуете? Ну, а форжить призм тоже не составляет особых трудностей. У меня на канале есть ролик, как закачать ноду призм с гитхаба. Закачивайте ноду, создавайте свой собственный кошелек на ноде, парамайните и форжите, и зарабатывайте. Итак, первое. Мы с вами определились с тем, что самый честный заработок, где вас никто никогда не кинет, на любой криптоманите, это есть майнинг на собственной ноде, на своем собственном кошельке, на своем собственном оборудовании, как в биткоин, и, например, как в призм, это парамайнинг на вашем собственном кошельке, плюс форжинг на вашей собственной ноде. И второй, честный заработок, что на битке, что на призм, что вообще на любой криптоманите или на токенах, это торговля на бирже. Купил дешевле, продал дороже. Но хочу вас предупредить, что все биржи – это уже посредники, то есть отправляя монеты на биржу, вы уже не являетесь хозяином своих монет. С момента, когда ваши монеты поступили на биржу, на любую биржу, хозяином ваших монет стала та биржа, на которую вы отправили свои монеты. Если биржа обанкротится или ее обворуют, то знайте, что вы можете распрощаться со своими монетами. Торгуя на биржах, нужно учитывать то, что тут, так сказать, есть и другие риски. Например, вам могут не вывести ни ваши монеты, ни ваш фиат, а вам, возможно, придется очень долго доказывать, что это ваши монеты. Если вы будете выводить, например, большие суммы, вы можете застрять как с продажей, так и с покупкой на неопределенный срок, возможно, даже на несколько лет, для того, чтобы не уйти в убыток. Тут нужно для себя понять то, что пока вы не продали дешевле, чем купили, понимаете, пока вы не продали дешевле, чем купили, вы еще не в проигрыше. А для этого, мои дорогие, нужно иметь холодную голову и очень железные нервы. Те, кто купил, например, биткоин за 20 тысяч долларов в декабре 2017 года, и те, которые продали этот биткоин за 65 тысяч или даже за 70 тысяч долларов вот в этом году недавно, те, естественно, в выигрыше, те в шоколаде, но ждали они этот шоколад. Четыре года, представляете? Четыре года. Ну а те, у кого нервишки послабее, конечно же, они все ушли в убыток, продавая даже в 10 раз дешевле, лишь бы вернуть свои, продавали по 2000 долларов, испугавшись, что курс стремительно падает и не поднимается аж несколько лет. Именно на таких слабонервных кто-то делает очень большие деньги. Такая же ситуация сейчас происходит и с криптомонетой призм. Давайте зайдем на блокчейн и посмотрим бот на этот кошелек. Никого не удивляет этот баланс на этом кошельке? А я вот просто завидую этому мудрому человеку. И таких кошельков немало. Кто-то сливает свои монеты, призм, а кто-то знает, что монета пойдет в гору. Видите, скупают их у вас. Возможно, эти люди спецом давят курс вниз, чтобы выкупить ваши монеты по низкой цене. Недавно на этом кошельке было 386 миллионов монет. Понимаете? Я когда увидела этот баланс, вчера сразу поняла, что срочно нужно донести до вас эту информацию. Ведь многие уже рукой махнули на призм. А зря. Ох, как зря. Тут такая скоро запарка начнется, что я уже предчувствую, что жаркое будут подавать на блюдечке с золотой каемочкой. Итак, делаем выруб, что заработать и не потерять можно только на майнинге, на битке и на парамайнинге плюс форжинг на призм. И поскольку вы не гик и не фрик, а обычный человек, то вам лучше подружиться с криптомонетой призм. И парамайнинг. Потом чуть-чуть разберетесь с нодой и начнете форжить. Ну или покупать топовые монеты можно и научиться трейдерской профессии. Кстати, это сейчас очень модно и прибыльно, если у вас есть хорошая интуиция и много свободного времени. Ну, идем дальше. Третий очень распространенный заработок в нете – это различные компании, которые обещают вам увеличить количество монет биткоинов или какой-либо другой монеты на их якобы собственных фермах. Типа, давайте сложимся в один наш пул, и мы потом с этого пула, когда заработаем там где-то, будем делиться с вами прибылью. А для того, чтобы вы приглашали много людей в эти хайпы или в лохотроны даже, вам и реферальную ссылку дают, и сладкую партнерскую программу придумывают. Или, как это сейчас тоже модно говорить, начисление по программе лояльность. Короче, рефоводы идут в такие компании с удовольствием. И знаете почему? Потому что они зарабатывают на вас по партнерской программе. Мало кто из рефоводов держит свои средства в таких компаниях. Они только выводят рефералку, а вот кто-то не в курсе, особенно новички, да, те, конечно, копят большие суммы. Ну вот эти фантики в своих кабинетах, они на них смотрят, радуются, вот у них там увеличивается. И они их не выводят до самого скала, понимаете? Ну и потом слезы. Запомните, не важно, какие люди руководят компанией, не важно, какая легенда у этой компании, не важно, что они говорят, на чем они зарабатывают для вас прибыль. Все полное вранье. Все это легенда компании. А легенда может быть настолько похожа на правду, что отличить ее в принципе невозможно, особенно новичку. Вспомните последнюю скоманувшуюся, очень грандиозно такую большую компанию, Финника. Классная легенда была. Они зарабатывали для вас в битках и в другой криптовалюте на биржах, понимаете? На золоте, на нефте. А на самом-то деле платили из вновь поступивших вливаний. И так везде, во всех компаниях. Поэтому и говорят, что риски есть, гарантий нет. Это ваше личное решение, входить в эту компанию или не входить. Но многие ведутся и входят. Да, в этих компаниях можно заработать. Не спорю, и я в таких компаниях тоже зарабатывала. Но зарабатывают там те, кто строит очень большие сети из рефералов. Либо кто на самом старте заходит на очень серьезную сумму. И потом, когда чуть что чувствует, сразу свои деньги выводят. И начинают все рефералов выводить свои деньги. А вот те, кто не успел, те теряют. А вот те, кто не выводит и не приглашает. Хорошо, если месяца за 4 или 6 сумеют отбить свои инвестиции. Ну, а если компания продержится, как Финика, года 3, то, может быть, и заработает. Если будут выводить, а не накапливать фантики до самого скама. Кстати, первая похожая компания на Финика уже есть и в криптомонете призм. И называется эта компания, ну или проект, не знаю, Рой Клуб. А в этом Рой Клубе монеты находятся не у вас, не на ваших собственных кошельках. Ваши монеты находятся на кошельках Мошкина. То есть в доверительном управлении, на собственных кошельках организатора Мошкина, который обещает своим инвесторам до 30% прибыли именно в месяц монетами. Понимаете? Монетами. А вот с какого перепугу 30% тут вот можно только догадываться. Можно, конечно, предположить, что у Мошкина несколько сотен кошельков с балансом до миллиона. И он манипулирует всеми этими монетами на биржах. Например, когда курс начал падать, можно предположить, что Мошкин начал продавать. Предположить. Я это не утверждаю. Предположить. Продал, например, 40 миллионов монет по 50 центов. Заработал на этом 20 миллионов долларов. А затем, когда курс упал до 25 центов, он на 15 миллионов скупает монет. И это получается 60 миллионов монет. То есть 5 миллионов долларов он забирает себе, прекрасно живет на эти деньги. А 60 миллионов он выплачивает вам, типа вы заработали 30% монетами. Ну, теперь вот тогда становится понятно, где берет Мошкин столько монет. Он выманивает у нас монеты, зная, что кому-то нужно гасить кредит. Кому-то нужно отдохнуть где-то с семьей. А кому-то просто срочно нужно продать монеты, чтобы вложиться в следующий лохотрон. Короче, такая стратегия Мошкина привела к тому, что курс упал до того, что мы сейчас видим на сегодняшний момент. И вот такие кошельки с балансом по 350 миллионов – это подтверждение. Конечно же, Мошкин не один работает в этом направлении. Кроме Рой Клуба были и такие, как МММ Призм, Семейные корзинки, Гипербинар. Да уже под сотню, наверное, таких компаний можно назвать призм. Куда приглашают тарифоводы, разводилы, за хорошую рефералку в тех же монетах, где обещают увеличение монет от 20 до 40%. Ну, естественно, вы не держите монеты на своих кошельках. Вы вкладываете в какие-то корзинки, гипербинары, пусть даже не все монеты, а там часть. Но это приводит к тому, что вы держите монеты не на своих кошельках. И в связи с этим хозяева этих кошельков непосредственно работают на бирже, то есть зарабатывая на ваших монетах. Понимаете? Я хочу донести до вас одну суть. Нет другого заработка на любой крипте, как только заработок есть, на майнинге и на парамайнинге плюс форжен. Все остальное разводилово, которое рано или поздно сосканится. Так же, как сосканился тот же МММ-призм, тот же гипербинар, тот же мегаватт. Помните, да, собирали призм на мегаватты. Потом собирали призм на какие-то там вертушки для электроэнергии на крышах якобы. Потом был призм-тревел, да, я даже ролик про это делала. То есть, ну, очень уже много, куда собирают призм, на чем люди зарабатывают. И вот несведущие люди, так же, как в призм, так и в биткоине, так и в эфирме, вкладываются в такие компании и, естественно, там теряют свои средства. И если вы это не поймете и не заберете свои монеты призм с чужих кошельков на свои собственные, то курс так и будет падать и падать. И в этом виноваты только вы сами. Вы и только вы из-за вашей жадности и лени, потому что не хотите содержать свой кошелек. Запомните еще одну очень важную вещь. Компании разных в нете с доверительным управлением вашими деньгами создается сотнями каждый день. И также сотнями каждый день скамятся, оставляя с носом доверчивых и жадных. Криптомонеты, которые лежат на вашем собственном кошельке, не могут сосканиться. Они могут упасть в цене или подняться. Но пропасть они не могут. Это блокчейн, понимаете? Там невозможно чему-то пропасть. Если вы продаете свои монеты кому-то другому, то они с вашего кошелька переводятся на другой кошелек. То есть владельцем ваших монет становится просто другой участник, потому что вы ему продали свои монеты. Но они есть и будут. Это блокчейн, понимаете? Блокчейн технологии. Даже если на всей планете отключат свет или интернет, то блокчейн, он не разрушится. При включении света и доступа в интернет, даже через год восстановится мировое время, к которому привязан блокчейн призм. И все ваши монеты, которые должны были напаромайниться за этот год, эти все монеты поступят на ваш кошелек. Понимаете? Прямо в одночасье. Вот за счет ноды в других монетах или в битке, вот за это я сказать не могу. В битке, например, насколько я понимаю, майнятся монеты за счет того, что вы сжигаете электроэнергией. А если вы не будете пользоваться целый год этой электроэнергией, то и битков, насколько я понимаю, вам не видать. Теперь вы сами можете сделать вывод, нужны ли вам монеты призм или нет. Мне, например, нужны. Уверена, что когда закончатся те, кто продает Мошкину и другим очень предприимчивым держателям криптомонеты призм, свои честно напаромайненные и нафорженные монеты за даром, тогда тот же Мошкин и ему подобные перестанут лить монету на бирже и за счет повышенного курса захотят заработать не только на увеличение количества монет, но и на фиате, то цена на призм очень быстро пойдет в гору. Потому как вы свои монеты все профукали. И напоследок хочу показать вам сайт, на котором визуально видна дорожная карта криптомонеты призм. На сайте призм.нетворк есть очень важная информация. Например, среднее время генерации блока в блокчейне занимает всего-навсего 59 секунд и не зависит от количества отправленных транзартов. Следующая ценная информация о том, что парамайнинг – уникальная технология, зависящая от трех факторов, которые увеличивают количество монет на вашем кошельке. То есть первое – это количество монет лично на вашем кошельке, количество монет под вашим кошельком в 88 уровнях и третий источник – это форжинг. Ну и использование современных эко-крипто-технологий Proof of Stake вместо трудоемких и энергозатратных систем Proof of War. Следующая информация – это открытый исходный код позволяет любому разработчику внедрить призм в свой проект. Вот именно этот исходный код сейчас ждут очень многие создатели разных компаний. Опускаемся вниз и видим дорожную карту. Значит, в 2020 году должно было быть завершение этапа тестирования программного обеспечения. И эта задача выполнена на 100%. Блокчейн оттестировали, и у меня есть ролик на эту тему. Отзыв от независимых экспертов. В 2021 году завершение этапа стартового распределения 50% эмиссии. И если мы сюда сейчас в эту строку вставим кошелек Генезиса и нажмем «Искать», то мы видим, что на кошельке Генезиса осталось 2 миллиарда 861 миллион 474 тысячи 729 монет. И это чуть меньше 50% от всей эмиссии. Эмиссия составляет 6 миллиардов. Задача о 50% выполнена в 2021 году, как и было запланировано. Вот с 2022 по 2023 год, то есть начиная с нового года, будет сделан очень серьезный упор на листинг на всех топовых биржах. Это, конечно, повысит рейтинг самой монеты. И отношение к монете у большинства изменится. В лучшую сторону, конечно же. В 2024 году намечено получение международных патентов на внедренные технологии. Ну, тут уже будем наблюдать. А в 2025 году публикация исходного кода. Вот то, что сейчас все ждут и хотят, чтобы это было сейчас. Но этот пункт намечен на 2025 год. Потому как разработчики монеты призм очень дорожат репутацией своей монеты. Они оберегают ее от хайповых компаний и лохотронов, которых однозначно будут принимать криптомонету призм. Так же, как принимают сейчас биткоины, эфириумы и ОСДТ. И это будет, это точно будет по двум причинам. Первое. Можно увеличить жизнь хайповых проектов за счет парамайнинга и форжинга на легко доступно закачиваемой ноде призм. Ясно, да? И второе. Создав огромную сеть из рефералов, зарабатывать в несколько раз больше, чем сейчас, эти хайпы зарабатывают на том, что принимают биткоины, эфириум и ОСДТ. Так же большую роль сыграют мизерные комиссионные на криптовалюте призм. Многие уже давно ждут этот инструмент, который просто взорвет интернет. Вот почему некоторые уже сейчас готовятся к этому взлету и протаривают себе легкую дорожку за счет снижения курса и накапливания монет на своих личных балансах, в своих личных кошельках. А вот те, кто отдал свои монеты в доверительное управление, чужие пулы, к знакомым в интернете задумайтесь. У каждого держателя пула своя температура плавления. Вам могут просто не отдать ваши монеты, если цена, например, на призм вырастет до 100 долларов, ну или еще выше. Итак, мы с вами убедились в том, что когда исходный код будет опубликован, то именно к тому времени система для перевода в призм зарекомендует себя как самая надежная система. Иначе такие бы кошельки с таким количеством не существовали бы. Зачем грабителям воровать мелкие кошельки, если можно одним махом поиметь почти 400 миллионов монет? Поэтому, когда мне говорят, что кошельки дырявые, я в это не верю. И вы не верьте. Следите за чистотой своего ПК. Не переходите по левым ссылкам. Не закачивайте ни лицензионные игрушки и тем более фильмы на свои компы. И не просматривайте их на левых сайтах. Не вводите свою парольную фразу от своих кошельков куда попало. В соцсетях или в сообщениях или с одной своей почты на другую. Все это могут перехватить. И тогда ваши монеты призм будут в целости и сохранности. Кстати, все криптокошельки для криптомонет, которые вы создаете через почту, через онлайн сервера, не на собственном блокчейне, а через посредников, там хранятся уже не ваши личные монеты. Вы их также передали на хранение создателям этих криптокошельков. А вот создавая кошелек призм, вы не вводите ни фамилию, ни имя, ни электронную почту, ни паспортные данные. Ну вообще ничего не вводите. Даже отпечаток пальца вы не вводите или сетчатку глаза. Потому что некому это демонстрировать. Понимаете? Никто это проверять не будет. Вы просто создаете парольную фразу от своего кошелька. И она не хранится ни на каком сервере, ни на каком браузере. Вот там, где вы ее сохраните, там она и будет храниться. Понимаете? Вот чем отличается ваш собственный кошелек от кошелька с доверительным управлением. Поэтому призм выстрелит. Он обязательно выстрелит. Потому как аналогов этой монете просто еще нет. Есть жалкое подобие с тем же маркетингом для развития, но нет той изюминки без посредника. Понимаете? Без посредника. Во всех монетах на левых блокчейнах есть посредник. Узнать, есть ли посредник, не сложно. Если у вас запрашивают вашу электронную почту, паспортные данные или даже вашу фамилию, дают вам реферальную ссылку, значит посредник есть. И тут уже надо задуматься, а не развод ли это. По секрету скажу, что есть в призм не компания, не проект, а просто структура со словом паровоз призм. Это обычная структура, которая выстраивается из ваших собственных кошельков путем перевода монет с предыдущего кошелька из этой структуры на адрес вашего кошелька, там по-моему 0.11 центов призм. И потом вы переводите 0.11 центов с вашего кошелька к следующему кошельку, кто хочет попасть в эту структуру паровоз призм. То есть это проводится без электронной почты, без имен, без фамилии. Но об этом вы можете подробнее узнать вот из этого моего ролика. Вся правда о структуре паровоз призм. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Буду рада вашей обратной связи. С вами была Вармитина Синема-2.